Вел заседание заместитель главы администрации Александр Усков. На повестке совещания стояло несколько острых тем, касающихся оценки эффективности работы управляющих компаний. Одним из первых рассмотрели вопрос задолженности организации перед поставщиками ресурсов. Мы видим в целом рост задолженности по группе компаний ПИК. Мы видим рост задолженности по ДЭС-6. Но, тем не менее, другие компании снизились. Однако, присутствуют цифры, которые вы все видите на слайде. Мы выбрали шесть наиболее крупных потребителей ресурсов. И вы видите, что суммы достаточно значительные. Также заместитель главы администрации представил график задолженности населения за услуги ЖКХ и потребовал от представителей управляющих компаний активнее вести работу с жильцами, в том числе и с помощью исковых обращений в суд. Далее перешли к подготовке к отопительному сезону. Сегодня из 936 многоквартирных домов у нас с вами подписан паспорт готовности по 668 домам, то есть 71,4%. 19 управляющих компаний сдали паспорта готовности. К 1 сентября все управляющие компании должны обеспечить сдачу домов в эксплуатацию 100% и подписать паспорт готовности юридического лица. Особое внимание было обращено на исполнение обязательств по государственной программе «Мой подъезд». Плановое задание на 2019 год – 193 подъезда. На сегодняшний день в системе ГАСУ занесены только 85 подъездов. Мы должны завершить программу к 1 октября 2019 года. Хотел бы, конечно, обратить внимание и поблагодарить работу муниципальной управляющей компании ЖКХ, которая сегодня выполнила более половины подъездов и на этой неделе уже вошла на завершающую стадию по всем 122 подъездам, которые установлены в плановом задании. На заседании также обсудили содержание придомовых территорий. Глава муниципалитета напомнил представителям управляющих компаний, что они обязаны прислушиваться к пожеланиям жителей. «Застройщик на вас повесил содержание этих земельных участков. Вы на себя эту ответственность взяли. Ну так будьте добры, исполняйте. И ваши взаимоотношения с застройщиком, они должны быть более прозрачные и понятные. Там такие площадки, я все вот по детским игровым площадкам прохожусь, и спортивные площадки, которые уже все, их надо менять. Точка, их надо менять. И это нужно поставить себе в план график». Представитель жилищной инспекции Валентина Миронова обратила внимание собравшихся на необходимость оперативного реагирования на жалобы граждан в единую диспетчерскую службу и на портале Добродел. К некоторым нарушителям сроков она обратилась персонально. «Вы написали срок до 1 августа. 1 августа человек ждал, он закрыл заявку. 2 августа заново пошла у нас. И теперь она у нас тоже не закрыта. Это что такое вообще? Я эту информацию немножко упустил из-за того, что у меня... «И что упустил-то?» «Ну, до конца следующей недели установка будет осуществлена». Главный посыл, с которым обратилось руководство района к представителям управляющих компаний, что за их работой осуществляется круглосуточный контроль. И теперь любое игнорирование жалоб и пожеланий граждан будет рассматриваться отдельно. А час ЖКХ с анализом работы управляющих компаний будет проводиться на постоянной основе. Продолжение следует... Продолжение следует...